Восхитительный. Офигенно. Шикарный. Божественный. Потрясающий. Супер. Позитивный. Мне клёво. Два месяца мы с вами наблюдали за ходом проекта Модель X+, команды Имидж Клуба Светлана. Теперь участницы собрались для подведения итогов, продемонстрировать гостям, чему они научились за это время, поразить всех своим внешним видом и продефилировать, как самые настоящие модели. Я всегда себе заранее придумываю, что где я и что я буду делать. То есть я сейчас дня два-три, наверное, отдохну и пойдем по магазинам докупать то, до образа, чего не хватает. Больше всего мне понравилось, что мы сходили в магазин косметики, я себе подобрала косметику, изменился макияж, многие это замечают. Мои эмоции переполняют, так все волнительно вообще. Во-первых, меня так накрасили сегодня красиво, я себе такого в жизни не позволяла, мне очень понравилось. Я стала более уверенная, более умная в женских штучках, стильная и готова делиться своими знаниями. Больше позитива стала и хочется дальше-дальше двигаться. Вы знаете, наверное, все. Вообще поменялось в жизни все. И внешне, и внутренне. Я себя полюбила. Я стала смотреть на окружающий мир с точки зрения уже красок, прекрасных эмоций. И вижу, что меняться это хорошо. Это вау. Просто из блондинки практически в брюнетку. Не хочется окончания проекта, потому что очень понравился проект и люди, которые в нем участвовали. На какое-то время я бы прекратила шоппинг, чтобы все знания улеглись и потом уже более осмысленно совершать покупки. Эмоции просто восхитительные, переполняют все чувства. И ради вот этого финала только стоило пройти двухмесячную подготовку, чтобы стать моделью XL, X+. Я стала более уверенная, более смелая. Я живу недавно в городе Челябинске, да, около года. И я столько знакомых обрела. И вот действительно на каждую девочку смотришь, они как родные на самом деле. Так хорошо. Я так рада. Вообще спасибо Челябинску, спасибо вам, спасибо проекту. Второй сезон проекта получился более смелым. И все дело в характерах участниц, под которых организаторы даже специально адаптировали программу. На современную женщину накладывает общество, жизнь, огромное количество обязанностей. И вот она в этом замкнутом круге все время вращается. Дом, работа, у нее все время глаголы, которые она использует. Это необходимо дать, выполнить. И очень мало времени остается на себя, на любимую. И когда она решает принять участие в этом проекте и погружается в наш проект, вот тогда на первый план выходят свои глаголы «хочу», «могу». И это прекрасно, когда женщина может себе уделить внимание настолько, что она вспоминает о том, что любить в первую очередь нужно себя. И когда это ей удается, тогда она начинает любить своих родных и близких. И отдает своей семье и своим близким еще больше своей любви. Нам хочется уже показать всем тем, кто еще не начал какие-то перемены в себе, да, кто боится, стесняется. Мы должны этим примером заразить других женщин. И мы просто обязаны это сделать, потому что опыт за 30 лет накопился большой во всех направлениях женского счастья, женской красоты. Поэтому вот это наша постоянная профессиональная работа. Мне видится, что все участницы, которые были у нас, к прошлой жизни своей не вернутся. Изменения были слишком кардинальные. Практически все поменяли прическу, изучили макияж. Они все это активно в своей жизни используют уже сейчас. Я их не представляю прежними. Спросите их. Мне кажется, это невозможно. Так как сегодня их гости видели их совершенно другими глазами на них посмотрели. Они, наверное, даже не побоюсь сказать, что они не видели их даже никогда. Особо теплые отношения сложились у участниц с партнерами проекта, которые наблюдали за девушками с самого первого дня. Именно они предоставили для практики свои площадки и материалы. Благодаря их мастер-классам и коллекциям участницы могли наглядно изучать стили одежды, обувь и аксессуары, правила коррекции фигуры с помощью белья, а также макияж и домашний уход. Когда мы с девочками проходили именно практику, у нас был мастер-класс, я задавала им только один вопрос. Зачем вы пришли на проект? И от каждой из них я услышала, я хочу перемен, я хочу себя почувствовать снова юной, снова желанной, снова той бурлящей жизнью, которая раньше и была. И вот, собственно говоря, мне кажется, проект именно эту основу он дал именно девушкам. Любой девушке самое главное быть красивой. Как раз-таки данный проект обучает, как нужно подобрать одежду, аксессуары, какого цвета именно подходит каждой девушке. И поэтому они просто становятся счастливыми, прекрасными, уверенными в себе. Этот проект заставляет вспомнить, что вы женщина, взять себя в руки, заняться своей красотой, оформить себя, свою обложку, гордо держать спину и голову и, конечно же, улыбаться и быть счастливой. Я просто некоторых не могла узнать. И, несмотря на то, что мы с ними работали, мы их там и красили, я их видела уже, они приходили в каких-то новых нарядах и так далее. Но, тем не менее, сегодня, мне кажется, они вообще такие, знаете, фурор просто произвели. Совершенно другой взгляд на себя со стороны, какой ты можешь быть, и совершенно неожиданно порой для себя. И вообще хорошее настроение, хорошие эмоции. Во-первых, девочки все очень позитивные, мне кажется, они все сдружились. И я огромное удовольствие получила от общения с ними, со всеми. Я радуюсь за участниц, которые решили принять участие в таком проекте, потому что это очень важно для нас, важно не сидеть дома, важно развиваться, общаться. Поэтому я очень рада, что такие проекты существуют. Конечно же, нет ничего важнее и дороже восхищенных взглядов от родных и близких, их поддержки и приятных слов. Вообще все поменялось. Стала просто красавица. И очень рада я за нее. Весь вайбер забит фотографиями и комментариями. Так что это очень, так по-хорошему воздействует на женскую психику. Родным и друзьям очень нравятся мои преображения. Конечно, замечают, говорят об этом. Она стала более уверенной в себе, стала интересоваться модой. В общем, глаза загорелись. Очень хвалила, говорила, что правильно, что пошла, молодец, все хорошо. Вообще, мне кажется, что она похорошела, это первое, это абсолютно точно. Она как-то начала интересоваться модой, косметикой, ей все это так нравится. То, что вот их водили, например, про корейскую косметику рассказывали, ей это очень понравилось. То есть, ну такие изменения очень положительные. Она получила, я думаю, массу эмоций во время проекта. И надеюсь, что они останутся с ней и потом, после окончания. Очень я горжусь. Я ее люблю. Она молодец. Очень приятно было видеть ее по телевизору. Мы следили за ней. И видно, как у нее прям столько-столько эмоций, которые она переживала в процессе преобразований. Болели за нее, поддерживали. Все мной восхищаются, гордятся мной. И видят, что я не стою на одном месте, я шагаю вперед. И им это придает уверенности, что со мной можно идти рукооб руку. Женщина всегда мужчин должна удивлять. И вот сегодня я, в частности, как представитель мужчин, все чем-то удивили. Вот чем-то. Ну, Алилия особая. Царица. Этот проект больше, чем введение в курс моды. Это про то, что каждая девушка должна ежедневно испытывать внутреннее и транслировать внешнее. Изменения участниц этого сезона – тому доказательство. Продолжение модели «Х-Плюс» не за горами. Организаторы уже сейчас открыли запись на новый сезон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова